Скажем, слава нашему Господу, что Он есть действительно твердыня нашего сердца, и на Него уповает наша душа, когда мы проходим какие-то трудные обстоятельства, и Он никогда не бывает для нас обманчивым источником. Слава Господу, что Бог богатой милостью, любовью, благодатью, Он желает нас облечь в это сокровище небесное, желает обогатить нас познанием своей воли, обогатить нас своей благодатью, силой Духа Святого. И для этого мы сегодня собрались на это место, для того, чтобы от Бога получить, получить благословение. И мы понимаем, что наша жизнь, она целиком и полностью зависит от Бога. Как уже говорил брат Тимофей, билет в один конец, потому что не знаешь, что там случится. И поэтому мы понимаем, что, Господи, как там будет, мы не знаем, но то, что Ты нам где-то что-то открываешь, мы это делаем. Мы не можем загадывать в далекое будущее, от нас оно сокрыто. Оно даже и ближайшее будущее от нас сокрыто. Поэтому, друзья, сегодня Бог желает нас обогатить. И брат Тимофей уже говорил, чтобы мы могли быть богатыми Богом, чтобы нам было что дать тем людям, которые в нищете, они еще не знают Бога, они не видят, не слышат Бога, не понимают Его, но чтобы мы могли принести им. И понятно, что принести им не какую-то философию, не какую-то религию, да, не какую-то норму нравственности, но принести им живого Бога – это сокровище Небес. Слава Господу! И я хотел бы также в этом свете, в свете нашего обогащения Богом, в свете того, что мы сегодня уже начинали с этого служения, чтобы нам усовершаться в Боге, быть совершенными, обогащаясь Его благодатью, прочитать отрывок из Священного Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава. Брат Тимофей читал от Луки, 18, заходил на 19. Я зачитаю от Матфея, 18. Ну и, может быть, не знаю, если время позволит, начало 19. Тогда Петр приступил, это с 21 стиха, Евангелие от Матфея, 18 глава. Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу Христу, и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, и умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его». Можно задать вопрос, о каком богатстве здесь говорится, да? Одни – должники, один – 10 тысяч талантов, другой – 100 динариев. Где же тут богатство? О каком богатстве здесь может идти речь? Вы знаете, я бы хотел именно об этом богатстве и поговорить. О богатстве – великодушие, милосердие и прощение. Друзья, может кто-то считает, что это убыток, что это потеря. И бывает в наших взаимоотношениях, бывает, что, может быть, что-то неправильно на нас сказали, какую-то неточную информацию, нанесли ущерб нашей репутации, нанесли ущерб, может быть, взяли взаймы и не отдали, нанесли ущерб нашему финансовому бюджету, да, нашей семьи или моему лично, то некоторые считают милосердие, снисхождение, там, да, или, как здесь, прощение, то это убыток. Друзья, Слово Божие говорит – это великое сокровище человеческого сердца. И не в каждом сердце это сокровище, оно может сохраняться. И смотрите, Петр приступил к Иисусу Христу и задает вопрос. И вы знаете, ну, Петр еще задает его в таком, в хорошем тоне, сколько раз прощать брату моему. Иногда можно услышать из уст человека, ну, сколько раз можно прощать этому брату или сестре? Ну, сколько? Раз простил, два простил, семь простил, ну, сколько еще можно? И вы смотрите, Христос, знаете, Он здесь отвечает, не говорю тебе до семи, но Он вот этот предел человека, да, Он расширяет до предела Божьего, да. Он хочет расширить наше сердце, чтобы мы могли вместить, вместить вот этих должников, всех, кто нам должен, кто там, словом, делом, финансами, еще что-то, чтобы наше сердце, оно могло быть расширенным, чтобы принять это благословение Божие, принять милосердие Божие, принять прощение Божие. И, смотрите, и после этого, когда Он расширил пределы, да, увеличил вот эти, значит, численный показатель прощения, Он приводит в пример притчу, приводит в пример притчу и делает вывод. И вот в этой притче Он говорит о царе, который захотел сосчитаться со своими рабами. И вот привели к нему должника, ну, по нашим мерам, по нашим мерам, это крупный должник, я вам скажу, это 10 камазов серебра. Ой, нет, извиняюсь, 23 камаза серебра, 23 килограмма серебра, это один талант, 10 тысяч на 23, это 230 тысяч, да, даже, видите, даже больше еще получается, да, вот, 230 тысяч килограмм серебра, да, то есть, тысяча, убираем, 230 тонн серебра, да, если камаз, значит, грузоподъемность 10 тонн, 23 камаза, 23 камаза серебра, вы знаете, ну, это примерно, если камаз, ну, может быть, метр 4, да, умножаем на 23, это будет порядка 100 метров, да, вот такая автоколонна с серебром, и это долг этого человека. Но если мы у себя пороемся там в заначках, с книжки снимем, там где-то соскребем, то нам даже, ну, на лопату, наверное, не хватит, да, на лопату. Там, значит, вот такой состав получается. И вы смотрите, крупный должник, и вот я даже не уверен, что если бы все продали, то вернули бы этот долг. И смотрите, и вот встает проблема, царь считается, потому что, ну, вы сами понимаете, в любой финансовой сфере, хозяйственной сфере, там есть учет. И это не выдумки, и это не какие-то бюрократические проволочки, это необходимость, это необходимость. У Бога тоже все счетом, мерой, да, у него нет такого, а, дал благодать, а потом вернется не раз, кто узнает, да, вот, нет, что это все учитывается. И как же приводил сегодня пример брат Тимофей, что как бы потом не получилось, что мы-то в должниках у Бога, что с нас спросится, у тебя была возможность, у тебя были силы, энергия, здоровье, да, средства, там, транспорт, квартира, да, как ты послужил? Как ты, это тебе все Бог дал, ты это все присвоил себе, прожил для себя, то получается, ты Богу не отдал, ни с прибылью там, ни один в один, не отдал, не отдал. Значит, что, кто я перед Богом? Должник. Я прожил эту жизнь, попользовался от Бога всем, что Он мне предоставил, но для Него я ничего не сделал, я должник. Вы знаете, здесь пристал перед нами крупный должник, очень крупный, и царь, ну, посчитал, посчитал, ну, наверное, что-то было еще за ним, да, говорит, надо все продать и вернуть. И этот должник умоляет, ну, все продать, представьте, это что, значит, в рабство, сам в рабство, жена в рабство, дети в рабство, ничего, из рабства потом не выйдешь, потому что, ну, по сути дела, у тебя ничего, и ты еще должен на какого-то хозяина работать. За еду рабы за деньги не работают, то, по сути дела, печальное положение, и этот человек подумал, ну, и, естественно, что его сердце сокрушилось, говорит, прости, да, потерпи на мне, постараюсь всевозможными способами я это отплатить. Очень хорошее состояние, когда мы подводим черту в нашей жизни, и иногда вот этот бюджет проверяем, что мы сделали для Бога. Если мы где-то в чем-то должны, что мы, наше сердце, оно сокрушается, и мы, может, пересватываем аспекты своей жизни, и то, что мы жили для себя, мы где-то начинаем выкраивать жить для Бога. И когда он с таким обращением, значит, обратился к государю, 27 стих говорит, государь, умилосердившись над рабом, тем, знаете, отпустил и долг простил. Это Царство Небесное, оно подобно этому государю, оно подобно характеру и сердцу нашего Бога. И сколько мы ему задолжали, все вместе, люди взятые, то, я думаю, это даже не этот состав автомобилей. И смотрите, насколько Бог богатый милостью, вот по-другому не назовешь, это если каждого взять, то мы у Бога взяли и не отдали. И он не требует с нас, он не требует, верни мне кислород, которым ты дышал, где хочешь, бери, покупай в магазине, закачивай в баллоны его, верни мне то, что ты съел, сколько ты воды испортил. И вот если все это взять, это мы попользовались, друзья, и это все нам Бог для чего дал? Для чего? Для того, чтобы мы могли Его прославить. Он дал нам жизнь, Он дал нам все необходимое для жизни. Для чего? Чтобы мы, приняв от Бога этот дар жизни, эти все блага, мы могли Его прославить в нашей жизни. В нашей жизни имя Иисуса Христа. Оно было прославлено, не наше. Это не для нас Бог сделал, так скажем, чтобы мы жили отдельно, автономно, где-то что-то там, да, и творили там, что нам взбредет в голову. Бог желает человека ввести и дать ему вечную жизнь. И это действительно великое сокровище. И можно, может быть, не иметь замков, дворцов, дорогих автомобилей, каких-то там коттеджей или еще чего-то, но иметь вечную жизнь, и это будет намного больше, может быть, если взять на весы и положить планету Земля даже, да? Это намного ценнее, потому что это все уйдет, а это неприходящее. И вот Бог желает вот эту вечную жизнь поместить в наше сердце, в наш дух, то есть нас наполнить содержанием этой жизни. Но у этой жизни есть свои законы. И мы здесь видим, хотя он и считается с рабом, с должником, встречается с таким долгом, но настолько Бог богат, ему не жалко. Почему? Потому что этот раб все равно не имел чем заплатить, друзья. Если это взять по отношению к людям и к Богу, то мы с вами, своим согрешениями, мы такой урон и ущерб нанесли Богу, его творению, потому что человек – это венец творения. И испортив человека, можно испортить все творение и нанести ущерб всему творению. И мы читали в пятницу, вся тварь совокупно стенает и мучается, не радуется, друзья, вся тварь не радуется, но стенает и мучается. По какой причине? Потому что однажды человек не послушал Бога, и грех вошел в человека, и через человека пришел весь в этот мир. И что он принес? Он не принес радость, он не принес благословение, грех принес разрушение, он принес смерть. И мы видим, что если взять грехи человека, это очень огромный ущерб. Но мы видим, что сердце Бога настолько оно велико и наполнено любовью, милостью и прощением, что он не вменяет нам, когда мы приходим и сознаем, Господи, мы ничем не можем Тебе воздать. Прости нас. Но по-другому никак. Заплатить мы Тебе не можем, отработать не можем, обратно вернуть в исходное состояние. Мы этого не можем сделать. Мы только уповаем на Твою милость. И вы знаете, и Бог прощает. Слава Господу. Да потому что у Бога, ну, столько если взять, да, Он столько может еще сделать, да, у Него очень много. У Него очень много, Ему не жалко. Но вы знаете, но для этого Он заплатил. Цену за наши грехи, за наши преступления Он заплатил. Заплатил это жизнью своего Сына Иисуса Христа. Друзья, великая цена. Ущерб очень большой. И цена, которая была заплачена, она покрыла весь этот ущерб. Слава нашему Господу. Это жертва Иисуса Христа. И сегодня, если, может быть, я или ты чувствуем на себе вину, чувствуем, что мы для Бога еще не все сделали, еще наше сердце не столько посвящено для Него. Друзья, мы можем прийти к этому царю и сказать, потерпи на мне, прости меня. И он простит. Слава Иисусу. Но вы знаете, интересная ситуация. Этот человек, имея общение с таким великодушным и милосердным царем, но он не излег для себя урока. И вы знаете, если царь поступает так в этой стране, то подчиненные как поступают? Так же, как царь. Они хотят ему угодить. Если сегодня, может быть, президент, у него, например, направление такое-то, все говорят, да, хорошее направление. И мы будем все так поступать. Но мы видим, что вот этот подчиненный, он не был такой, как его царь. И о нем идет такая, знаете, характеристика. Характеристика. Злой раб. Злой раб. Почему? Потому что, когда от него простилось, и мы знаем, сколько простилось, и там было 100 динариев. Ну, я не знаю, во сколько это раз меньше, но 100 динариев, один динарий, 100 динариев – это одна мина. Одна мина. Талант – это 60 мин. 10 тысяч талантов умножаем на 60. Это 600-я часть, 600-тысячная часть, да? То есть было у этого человека соотношение. И поэтому мы видим, что когда случилась ситуация, и он должен был, по примеру царя, ну, простить этого человека, потому что, ну, там такая незначительная сумма. Ну, мы видим, что, как здесь написано, товарищ его пал к ногам, умолял и говорил, потерпи на мне и все, отдам тебе. Но тот не захотел. Смотрите, желания не было простить. Была ситуация, был опыт предыдущей общения с царем, было прощение в его адрес, а он не хочет так делать. Почему? Да потому что он злой. А потому что там сердце зло. Оно сердце не изменилось от того, что ему простилось. Сердце его не изменилось, друзья. И в одной из притч Христос говорит, ты что смотришь на сучок в глазе брата твоего? Что ты смотришь на эти сто динариев, а в своем глазу не чувствуешь, что тебе прощено десять тысяч талантов? Друзья, что это за состояние? Это состояние злого сердца. И злое сердце, если зло попало туда, оно не простит брату никогда. Пускай он даже один динарий задолжал, оно его схватит и будет душить и говорить, отдай. В этом отношении очень опасна справедливость, друзья. В этом отношении очень опасна справедливость. Когда наши взаимоотношения на основании справедливости, он мне должен, значит, по справедливости вот так, это вот так, мы требуем справедливости. Друзья, если бы с нами по справедливости поступали, нас бы сегодня просто-напросто не было на земле живых. не было. И Бог нам явил несправедливость, Бог нам явил любовь, милосердие, сострадание, вот это богатство Божьего характера. Он нам это явил, излил наше сердце. И Он, как Царь Небесного Царства, желает, чтобы Его подчиненные они поступали так же. Он дал нам пример, чтобы и мы делали то же. И если мы с вами по справедливости относимся к нашим детям, к нашим мужьям-женам, друг ко другу, я вам скажу, это не так угодно Господу. Потому что в этом мире дьявол так обольстил, все ищут справедливости. И никак ее не могут найти. Потому что весь мир лежит во зле. Ты ее просто не найдешь. Для того, чтобы все поступали по справедливости, нужно, чтобы все были рожденные свыше люди. И еще с ними надо будет работать. Да? Довести до совершенства. Поэтому, друзья, вот в такое, как белка в колесе, этот мир крутится и ищет справедливости. И ищет, и ищет, и ищет. А он что? А этот почему? А тот что? А этот мне должен. И это. И начинает. И вот дьявол улавливает через это свои сети. Друзья, но сегодня Слово Божие говорит, мы так не должны поступать. Сколько раз прощать ближнему моему? Я бы сказал бы, что может быть у Бога сердце такое, что он и больше 490. Прости. Да? И даже в день. И даже в день. Нет такой секунды, чтобы Бог мог не простить человека. Да? А если еще взять, что это несколько миллиардов людей. Друзья, нет такого. Вот Бог настолько возлюбил свое творение, что Он отдал самое дорогое. Цена очень высокая, друзья. Заплачено за человека. Очень высокая. Мы очень ценны в Его глазах. И поэтому Он хочет, чтобы и мы научились ценить друг друга. Ценить друг друга. Не относиться друг к другу с точки зрения коммерции, справедливости или еще. Бог сказал, я вам заповедую, я вам другими словами повелеваю даже. Любите друг друга. И кто не будет так исполнять, он просто не сможет войти в небо. Потому что там все друг друга любят. Там законы небесного царства, они такие. Надо простить. И не семь раз, а намного больше. Это только одного человека. Друзья, сколько нас, как уже брат спрашивал, сколько нас сидит здесь. Это какое нам сердце нужно иметь, чтобы вот этим прощением покрывать друг друга. Друзья, и поэтому, если мы не имеем общения с Богом, мы бедные люди, мы становимся нищими, наш долг растет. Но когда мы приходим к Богу, и если мы имеем с Ним общение, друзья, Он посылает в наше сердце вот это милосердие, благость, радушие, радость видеть друг друга, способность простить друг другу, послужить друг другу, это дает нам Бог. И вы знаете, и когда в наш адрес по отношению к нашим несовершенствам мы видим проявление этой Божьей любви, милосердия и снисхождение к нам со стороны братьев и сестер, нам это приятно? Нам это очень приятно, да? Когда нас не тыкают носом, хотя мы сами знаем, что уже виноваты, да? Вот, когда нас там, ну, не отсчитывают, а когда нас понимают, за нас молятся, да? То нам это очень приятно, друзья. И Слово Божие говорит, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, начни первый поступать так по отношению к своему ближнему. И Слово Божие, знаете, Христос подвел итог этой притчи. Хотя Он ответил Петру сколько, но здесь в конце притчи Он не сказал сколько, а Он сказал такие слова. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего. А простить от сердца, это значит, там пребывает Христос в своей совершенной любви, в своем совершенном прощении. И там в сердце нет места, чтобы считать, да, сколько там Он должен, когда Он это сделал, вспоминать через года, там этого нет, потому что человек простил от сердца. От сердца у него сердце наполнено прощением и любовью Божией. Слава Господу! Это то, что хочет видеть нас Христос, чтобы мы были совершенны, чтобы мы любили не только наших ближних, может быть, да, кто нам благотворит, но любили тех людей, чтобы мы были способны так расширить свое сердце, так предоставить Богу, действовать в нашей жизни, чтобы мы могли любить врагов и снисходить, и молиться за обижающих. Друзья, это не какие-то завышенные мерки, потому что мы с вами дети Божии, и Христос пребывает в нас, и Слово Божие пребывает в нас, и Дух Святой нам послан. Для чего? А чтобы нам поступать в мире всем, не как люди, не как хорошие и воспитанные люди, а поступать как дети Божии. Слава нашему Господу! И желание моего сердца, чтобы мы, каждый из нас, могли посмотреть сейчас в наше сердце, если там вот это прощение, да, к нанесенным, может быть, ранам, переживаниям, обидам, там, еще чему-то, да, то такого ли наше сегодня с вами сердце, что мы можем просто простить, не вспоминать, да, благословить тех, кто причинил нам, может быть, боль. Может быть, это наши действительно и близкие, да, может быть, это наши знакомые, чтобы наше сегодня сердце, оно могло у Бога принять, принять это богатство, принять это благословение, чтобы нам исполнить волю Божию и прославить нашего Господа в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok